мы приехали в новый отель здесь никого нет поэтому мы ждем здесь есть такая зона где можно сделать себе бесплатный чай или кофе а тут также есть какие-то печеньки и даже бананная вода можно сделать даже тост и там есть даже джем вот но я себе сделала чай пока мы ждем вот такая вот нас комната в этот раз она не такая большая небольшой столик мне очень нравится здесь дизайн больше чем в прошлой курсе есть фен потому что я где-то читала что не было фена я думаю вот это должно быть в каком-то в одном из отелей который мы арендовали на фен есть вот такой вот у нас здесь вид на город мы переместились в город то мы были возле пляжа теперь в городе посмотрим тоже что здесь есть здесь душ вот такой вот раковина туалет здесь его и вот данная а трассы ой готовится что-то ну вот такая вот нас комната пришли на рынок начинает здесь продается всякая еда поют здесь даже походу на миндон в кореи коньяка мы пришли на завтрак в такое место ресторанчик здесь по купонам из отеля можно в два раза дешевле поесть если даже не в три раза мне очень нравится вообще на улице такая терраса но там очень жарко поэтому мы сели внутри посмотрите какие огромные блюда на завтрак у нас четыре блюда сейчас еще одну нужно принести я забыла показать вот еще одно блюдо и я почти уже доела все было очень вкусно и очень много всего на самом деле не даже завтрак больше понравился наверное чем в прошлом отеле несмотря на то что здесь ограниченное количество еды но этим можно вполне наесться потому что очень большие порции вот здесь намного вкуснее мне показалось здесь на территории кафе есть рыбы вау они такие огромные надо мы идем храм я вообще хотел другой храм здесь посетить но он был недалеко от того пляжа где мы были раньше а здесь сейчас возле этого места в этом возле этого старого города очень прямо в этом старом городе есть еще один храм и там я посчитала по отзывам там мало туристов вообще в принципе посетители посетители мало храм большой он раньше был по моему даже самым большим тут еще рядом есть гора обезьян но мы почитали тоже там отзывы там очень много этих обезьян и они очень наглые кто-то пишет что стоит посетить многие пишут также то что если идете то идите с палками чтобы как-то их если стоит гонять они очень наглые вот могут напасть кого-то там даже кусали короче я решила да не идти не рисковать человек обезьян не видела что ли мы идем по вот такой вот улочки тут так тихо просто местные здесь живут мы перешли на такую дорогу мы короче поднимаемся в гору вот как и в корее храмы в горах постоянно где-то видимо здесь тоже так посмотрите какие здесь деревья большие здесь вот такое чередование то какие-то заросли прям джунгли то вот так вот такие полянки с деревьями с редко растущими деревьями так все мы уже подходим там такая вот большая статуя очень жарко на самом деле хотели пораньше выйти на не получилось поэтому идем практически самое пекло тут рядом кафе какое-то люди сидят мы идем дальше так вот здесь вход люди есть но немного нужно вы сейчас подниматься по ступенькам туда выше здесь есть собака вообще в таланте по-моему довольно таки много собак подниматься тяжело конечно ступеньки штуки высокие фу поднялись слушайте здесь прям очень красиво еще за счет пальм вот здесь еще такая постройка есть здесь нужно снимать обувь не знаю где на час не уйти здесь видимо служба идет какая-то приехали китайские туристы они прям входят внутрь давайте обойдем посмотрим что здесь есть и такой мелкий нужно разуваться потому что кто-то разувается прямо на ступеньках кто-то примет при входе в храм я развилась при входе здесь уже не стало до этой статуи мы не дошли что-то как-то не про как-то проходить но в общем посмотрим со стороны она тоже такая 2 на 3 большая все мы идем обратно это было очень жарко на самом деле сюда приходить либо вечером нужно либо рано утром наверное либо в принципе вообще не обязательно приходите если вам интересно можно брить я просто не была в других популярных храмах что мы как-то не успели съездить туда пока были рядом поэтому я решила хотя бы в один хотя бы вот сюда стоить посмотреть вообще как это выглядит здесь еще и на лице какие-то пятна постоянно когда мне жарко то ли аллергия на пот то ли на сонце пали не знаю что в общем так вот муж тоже весь 먹эр и там нанэ на нэм джа там же это банк максарам 많이 дэнэ Потому что нанимая колокольчик, например, или выгоднами разные чтобы дождаться с тем, а не? それ же, или нет? Да, нет но надо будет дождаться с тем. да, нет? с тем, нечащий ты судимы, или, или, или? А ты сейчас уже не взялся? А я уже взялся А мы сейчас все не взялись Вот так вот Взялись, мы просто взялись Мы... Саджон Саджон? Да, саджон взялись Машина какая-то заброшена И ее начинают уже поглощать Эта джунгля, эта трава Так все тут обвило У нее... Да, колеса тоже уже все спущены Бросил кто-то просто машину Какое-то представление сегодня Очень много людей вообще Это уличная еда Здесь сегодня какой-то день такой Все выступают И много всяких таких магазинов Лавок открыто Прям на улице И также уличной еды много Здесь продают каких-то улиток Осьминогов 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 Мы снова пришли в ресторан, в котором были ветеран. Ждали здесь очередь, потому что очень много людей. И тут много столов, но очень много людей. Поэтому мы ждали минут 15, наверное, чтобы сесть. И здесь блюда. Я так и не поняла, тут некоторые блюда из меню. Видимо, входят в Мишлен. Или в Гайд Мишлен. Ну, короче, поэтому здесь было очень вкусно. Вчера и мы вернулись сегодня. Заказали это такой карри какой-то и мясо. Вчера муж пока ел, съел три такие чашки риса. Дозаказывал еще и еще. И сегодня тоже. Вот уже вторая на подходе. Почти доел. Внутри еще вроде не будет заказывать, сказал. Ну, короче, так ему здесь нравится. Видимо, так вкусно то, что вот так вот ест хорошо. Ну, вот и подошло наше путешествие к концу. И мы уже сейчас будем веселяться из отеля и поедем в аэропорт. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok